Добро пожаловать на канал Изи Мьюзик, меня зовут Дарья Монакова, и это рубрика в Сяо. Вы спели, я оценила. Уи! Сяо, вы спели, я оценила. Итак, этой рубрики что-то очень давно не было на канале, я думаю, пора же скорее исправляться, потому что писем просто целая гора на почте. Надо поскорее всё это разобрать. И, собственно, сегодня я посмотрю три видео. Вы представляете, сколько будет кайфа? Как вы знаете, в этой рубрике вы мне присылаете своё исполнение. Я, собственно, включаю вас в программу, комментирую, критикую. Я всегда отмечаю какие-то интересные моменты, буду говорить, на чем стоит поработать. Если мне супер как нравится, я сижу и радуюсь за вас. Вот, и за ваш вокал. Первая наша участница – это Евгения Ефимова. Она мне написала такое сообщение. Добрый день, Даша. Спасибо за возможность получить ваше экспертное мнение. Мы с дочкой поём. Я пою давно, с 17 лет. Мне сейчас 40. В разных поп, рок, фолк и прочих группах в качестве хобби зачиняю и записываю музыку. Сейчас мы живём на острове Мамрики. Дочке 12 лет хочет стать актрисой и заниматься актёрским искусством. Ну и как часть профессии развивать вокальное искусство. Было бы здорово услышать ваш анализ наших голосов и получить ценные советы по развитию голоса и творчества в общем. Вот дочка Ева. Небольшое видео, снятое для местного конкурса молодых талантов на скорую руку. Там срочно нужно было записать, что даже слова не успела выучить толком. И, собственно, Евгения, да, она написала, что песню сочинили мы с коллегой по группе. Ну что ж, хочется сказать, я с удовольствием хочу уехать на Мамрики к вам. Особенно в эту осеннюю питерскую пору, когда просто невозможно жить. Вот, это же вообще Мамрики, это Южная Африка. Это прекрасно. Вот, только там, наверное, живность всякая, да? Водится такая неприятная всякие паучки, наверное, жучки. Давайте же скорее посмотрим видео Евы и Евгения. Начнем, наверное, с Евы, так что давайте же слушать скорее. Песня на французском, классно. Очень нравится, как французский язык звучит. Я обожаю просто это звучание. Вот, Ева замечательно справляется. Просто шикарно. Вот очень много интересных моментов было. Вот это вот с флипом. О, очень-очень фирмово, очень фирмово. Конечно, видно, что немного как будто страшновато, и на кого-то прямо Ева смотрит издалека. Но очень прилично слушается, даже с учетом того, что не было времени на репетиции. Вот, артист истинный всегда должен быть готов к трудностям и к разным форс-мажорам. Вот, мне очень нравится. Тембр голоса немножко, знаете, по мотивам Taylor Swift. Мне кажется, если... Ну, сейчас, конечно, судить еще рано, да, потому что мутационный период еще будет-будет проходить. И это слышно, что он сейчас есть. Потому что есть немножко такая сиплота в голосе небольшая. Но у девочек не так сильно замечается это, да. И, ну, это сказывается лишь на состоянии голоса в целом, да, что он менее подвижный становится, более сиплый. Вот, но у Евы все вообще замечательно. Очень где-то даже какой-то шарм придает этот вот легкий песочек в голосе. Я думаю, что в дальнейшем, уже к 16 годам, к 17, голос обретет свою крепкость и будет слушаться очень устойчиво. Потому что сейчас моментами кажется, что тяжеловато звуки как-то формировать. Ну, в силу того, что мышцы еще не окрепшие, а так все замечательно. О, такой элегант. Ремалирующий, очень круто. Пальцетик. Моментами, мне кажется, можно даже на полдончика повыше эту песню сделать, чтобы было покомфортнее. Потому что низкие ноты еще не совсем окрепшие. И кажется, что чуть-чуть заваливает их моментами. Но я думаю, в дальнейшем, может, через годик у нее получится эту песню спеть. Именно с низкими нотами. Чуть-чуть по темпу поспешила. Ну, тоже кажется, да, что из-за того, что песня только недавно выучена, кажется, что куда-то спешит. Вот, то есть хочется чуть медленней, чуть размеренней, да, то есть без суеты. Вот, ну, тоже с учетом того, что песня была такая, на спешке записана, ну, все тоже очень хорошо. Красиво-красиво. Ой, ну вот это надо прям фишкой сделать. Вот это вот, вот это вот вибрато. Такая вот покатая нота. One life! Такая очень классная. Я обожаю такие вещи все. Это прямо... Кого это напоминает? Не знаю, группа Кадалайн, что ли. Ну, по манере вот с этим вибрато. Классно. О, и реттл даже есть. Ну, высокие ноты. Знаете, вот у французских вокалистов, там, бельгийских, возможно, ну, короче, франкоговорящих. У них, у многих очень есть такая тоже сиплота в голосе, но это так фирмово слушается. Я не знаю, с чем это связано, да, надо этот вопрос еще поподробнее изучить. Но есть вот эта вот сипотца. Вот я даже знаю, вот есть певица Селла Сью, и у нее на высоких нотах такая же вот сиплость. И это очень круто слушается. Вот, это можно как-то тоже поразвивать, да, немножечко воздух чуть подвыпустить. Аккуратно, главное, не переборщить. Но Ева очень круто управляется с голосом. Это похвально. Классно. Вот, обожаю этот вот лайв. Ой, как классно, блин. Это так очаровательно, просто потрясающе. Вот это вибрато, пожалуйста, развивайте его как свою фишку. Это реально очень круто. Это вот тот момент, когда это прямо искренне здорово сделано. Возможно, это еще не идеально технически, но потенциал в этом очень большой есть. Ой-ой-ой. Вы это слышали вообще? Как это прекрасно. Мне ж мурашки пошли. Прям вообще френч. Ой-ой-ой. Красавчик. Я не знаю, есть ли в оригинале это и где вообще Ева это сняла. Не знаю. Вот, я не слушала оригинал. Видимо, это какая-то песня из детского Евровидения. Но если это просто само появляется в голосе, просто умопомрачительно что-то. Просто шикарно. Немножечко съехала здесь. Такая юная Манесса Парадин. Отлично справляется. Очень круто. Хочется вот этого вибрато прям поразвивать. Это слушается очень индивидуально. Очень как фишка, короче. Обратите на это внимание. Хороший потенциал. Я даже, ну, в данном моменте, мне кажется, там до 14 лет вообще ничего не надо делать. Ну, вот как вот развивается, так развивается. Очень аккуратно надо голос тренировать, чтобы не повредить, да, следить за состоянием голоса. И тогда все будет идеально круто. Впечатлила там некоторые фишки вообще. Ух, классно. Ну что, теперь смотрим Евгению. Это уже авторская песня. Это уже вдвойне мне интересно. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь вот такое достаточно мантровое начало из синтов. И как будто, знаете, вот сейчас вот хорошо шел куплет, но мне хотелось его еще сбавить по громкости. Более сделать отрешенным. Более такое вот... Ну, меньше, короче, звука здесь хотелось, да. Но это чисто момент вокального продюсирования, да, момент идейный какой-то. То есть как-то хотелось чуть воздушнее, возможно. Вот так как начало песни и достаточно такое цикличное начало в плане инструментала. Вот даже реверы чуть-чуть накинуть. Вот, но по вокалу здесь вопросов особо нет, только вот именно технические нюансы. Вот тоже динамика. Вот хочется больше динамических эффектов. Вот, возможно, чуть-чуть уже его сделать. Вот, чуть-чуть назальным. Вот, то есть как бы здесь хочется тембра. Вот, а тембр моментами он прямо сейчас пока что ровный. И вот здесь этого не хватает. Вот здесь очень круто раскрывается голос на у особенно. Прям такой он достаточно звонкий. Такой классно. Вот здесь прям очень круто. Вот, даже вот здесь пронанс получился такой... Более открытая А. Это сразу слушается очень запоминающееся. О, очень круто. Да, вот здесь можно тоже больше воздушных бэков каких-то. Короче, с воздухом как-то хочется поиграть. Вот мне вот этого моментами не хватало воздушности, да. То есть мантровая аранжировка такая, да, она такая достаточно цикличная. Такой грув, очень похож на депеш мод. Вот, вот, и вот здесь не хватает вот этих вот, знаете, как enjoy the silence. Чтоб тебя вот на состояние погружать. Классная смена гармонии пошла. Очень классная динамика. И мне понравились более открытые гласные здесь. Очень здорово. И звук вот здесь уже соответствует прямо, да, накалу. То есть из-за того, что, например, не было динамической вот этой вот смены на прошлых куплетах, хотелось вот здесь только выйти в эту громкость. А она вот сейчас незначительная по контрасту. Но слушается тоже очень круто. Мне очень нравятся такие песни атмосферные. Это, получается, ну, последний куплет идет. Вот, реально, я обожаю вот этот вот немножко с намеком на портишь хэд, на депеш мод, такая электроника. Очень здорово. Просто, возможно, по продакшену вокальному хочется чуть разнообразить. И там даже моментами можно поработать со всякими плагинами, с реверами. Вот эта вся история. Красиво-красиво. Красиво-красиво. Вот это эмоции. Это уже как бы у тебя сразу такое, о, что-то новенькое, что-то интересное, что-то эмоциональное. Вот. И вот таких моментов не хватает. Их прямо несколько за всю песню, а хочется больше этих крючков. Играет музыка. Вот здесь уже хорошая динамика пошла. То есть, такой накаленный куплет, переходящий в более плавный, аккуратный припев. Очень-очень здорово. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Интересная музыка, мне очень понравилось, с намеком на электронику, на фолк, очень интересно, очень здорово, эффектно, вокал очень ровно, приятно слушается, моментами хочется его менее даже ровно сделать, вот, но это такие даже личные вкусовые предпочтения, тем более, как я вижу, это 2013 год, вот, и я думаю, что сейчас бы, ну, была бы большая возможность разнообразить даже в качестве каких-то, как это правильно назвать, технических аспектов, да, там набросить еще какие-то реверы, плагины, вот, потому что такая музыка, мне кажется, требует прямо такой хорошей обработки, да, вот, с точки зрения вокала, то есть можно всякие питчеры кидать, не знаю, реверы, вот, ну, тоже, как мое предпочтение, такое вкусовое, вот, и больше как будто воздуха, больше ревера, больше плавности вот этой, да, то есть хотелось еще прям погружаться в эту атмосферу, но очень интересно, и клип очень интересный, он очень здорово сочетается с песней, вот, по вокалу, ну, все есть вообще, у Евгении все круто, просто возможно овладеть какими-то фишками, каким-то багажом, да, из разных вариативных звуков, а так, ну, очень хорошее управление голосом, очень хороший тембр, и, в общем, продолжается в том же духе, очень классно, мне было бы даже интересно послушать еще что-нибудь у Евгении. И последняя героиня нашего выпуска, рубрики ВСЯО, это Анастасия Кучер. Анастасия мне написала, привет, Даша, оцени, пожалуйста, только не суди строго. Ну, когда я служу строго? Я же вас всех хвалю всегда. Поступила в этом году на эстрадно-джазовое и стремлюсь к профессиональному звукоизвлечению. Ну, если человек уже на эстрадно-джазовом учится, в принципе, мне кажется, это более профессиональный, наверное, певец. Если взяли в эстрадно-джазовое отделение, то, я думаю, здесь уже все будет прилично. Вот, давайте слушать. Это песня Ain't Nobody в версии Джесси Джей. Вот. Ain't Nobody — это песня Чакохан изначально, но есть версия с Шоу The Singer, версия Джесси Джей, которая просто умопомрачительная, и мне не терпится уже услышать, так что давайте послушаем. Неплохой грув. Идет на протяжении всей песни сейчас, по крайней мере, в куплете. Здесь это очень важно, потому что все-таки это такой диско-фанк-поп-сол, такой смесь жанров, да, у Джесси Джей это больше в диско идет, у Чака Хан больше в танцевальный поп-арэмби. Здесь грув есть. Давайте дальше смотреть. Вот здесь, возможно, хочется точнее. Ну, просто отпевать с милизмой чуть поточнее, подобрать их, вот. Мне нравится, как загоняется звук немножко в нозализацию, это здорово. Моментами мне четкости не хватает. Хочется немножко четкости. Немного вот этого ритма, да, то есть Есть немножко загнанный язык назад, это хорошо. Есть немножко загнанный корень языка назад. Это Фермова слушается. Хорошее чувство ритма. Это, видимо, была какая-то запись, то есть это не живое исполнение, насколько я понимаю, да? Было записано заранее, ну и видео снято под него, вот, потому что моментами как будто есть нисхождение вот эти вот, где рот, ну и запись. Тоже милизмы. Прям гортань в движении хочется больше. О, красиво. Вибрато хорошее. Мне очень нравится вибрато, очень красивое, такое оно как будто полетное, знаете? Вот запись такая, моментами частотка не читается так, как надо. Я затрудняюсь сказать, это такой билтинг, либо больше миксовый, но мне кажется, это более тонко смыкаемый звук, более миксовый. Вот, потому что, ну, он так хорошо сглаженно так слушается. Ну, это why not? Хочется, знаете, больше хулиганства здесь, то есть, вот этого мяу, тоже, ну, как всегда, мне всегда хочется кота больше добавить в вокал, но я люблю просто твенго, твенго навалить, вот. И мне моментами хочется у вас это тоже услышать, то есть, вот этого добавить можно. Вот этого. Вот, тоже с гортанью. Love me better, better. Makes me happy, makes me feel this way, ain't nobody. Love me better than you. Можно на фальце. Than you. Тоже выйти. Love me better. At first you put your arms around me. Then you put your arms around me. I can't resist this way and surrender. Only not so warm on tender. Хорошие кушечки. Вот там вот этот загнанный корень языка, но это больше Джесси Джейевская фишка. Вот, она здесь очень уместна, и вот, не знаю, вот вам как раз, мне кажется, нужно обращать внимание на эти фишки, потому что вы, видимо, их впитываете и побольше прям копите их у себя, потому что моментами прям хочется вывести вас на более такой яркий вокал, какой-то вот кульминация какая-то должна здесь быть. Пока что вы как будто боитесь, что ли, как-то себя проявить. Вот, а нужно, а нужно. Масса здесь потеряна. Масса потеряна. Хотелось, 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 былтовий, хотелось более твенговий. Немножко потеряли задержку воздуха, вот. Пряжел! Прям вау! Чуть там мощнее, короче. А там прям сейчас такой немножко головной голос вышел. Ну, хэдвойсовый, да, то есть более тонкое смыкание. А хотелось потолще. Вот здесь нормально это слушается, но Мелжа, это же прям кульминашн, кульминашн of the song. Не знаю, кульминация так вообще произносится. Вот это уже, вот это уже дело, это уже хорошо. И красивый такой матовый звук, вот, вообще шикарный. У вас очень гибкий тембр, очень гибкий. Развивайтесь в милизмах, прямо вообще. Это вот, прямо слышно, что это ваш. У вас очень полетный, гибкий голос, достаточно такой вот чистый. Это очень круто, мне кажется. У вас прямо есть классный зачаток, просто вам надо прямо, прям попахать вот в этой сфере. Вот так вообще. Красиво. На концовку вообще шикарно было. Ну вот такой реально чистый матовый звук. Вот, я не знаю, ну вот педагоги же привыкли говорить вот этими эпитетами, какой звук. Вот по мне это такой матовый звук. То есть он не такой резкий, вот. Возможно, мне хотелось чуть-чуть больше хулиганства какого-то, чтобы вы там немножечко чуть-чуть... Ну, как JCJ выходит, она всякие такие штуки интересные делает, и, возможно, мне тоже хотелось от вас такого. Ну, потому что реально JCJ прям очень круто спела эту песню, там такой звук вообще. Вам реально надо побольше... Ну, покривляйтесь, почувствуйте посвободнее себя. Да, то есть не вгоняйте себя в рамки вот этого, вот, как сказать, студенческого вокала. Как бы развивайтесь дальше, как бы вот слушайте много разной музыки, которая вас направит в нужное русло. У вас очень классный зачаток, у вас очень гибкий голос, подвижный, легкий. Вот, верхушки надо бы прорабатывать, однозначно чуть побольше твенга, да, туда добавить и чуть поддержать воздух, потому что моментами, мне кажется, что немножко тонуса не хватает, а так все очень круто. Вот, по записи, конечно, не все понятно, там качество чуть-чуть такое, ну, неясное было, но в целом очень-очень-очень прилично. Я желаю вам успехов, у вас реально очень классный потенциал. Ну, опять же, вы сказали, не судите строго, мне кажется, я сейчас моментами строга, но поверьте, у вас прямо хороший потенциал на дальнейшее, вот это вот дальнейшее развитие, тем более, если вы только начали, ну, вот, только поступили, да, по сути, видео вы мне отправили год назад практически. Вообще, Олгу ГОС, сколько всего можно сделать, потому что ГОС развивается, мне кажется, бесконечно. Сегодня были такие классные участники, обязательно поставьте лайк за этих участников, потому что реально одно удовольствие было их сегодня слушать. Расскажите, как вам сегодняшние вокалисты, согласитесь, что было потрясающе прекрасно. Если что, все контакты по ссылочке в описании, отправляйте мне свои видео. Вот, к сожалению, у нас там очередь некая образовалась, но я буду стараться выпускать ролики всяу чаще, если вы хотите, чтобы я выпускала их чаще, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарий, чтобы ролик вышел кому-нибудь в рекомендации. Увидимся в следующих роликах!